Это невеселое новоселье состоялось осенью 2017-го, переехав по новому адресу. Семья насчитала более 20 нарушений. Чтобы исправить их, по примерным подсчетам, требовалось не менее полумиллиона рублей. Но застройщик оказался не готов расстаться с такой суммой. У вас и получится, говорю, ну не будет у вас там полумиллиона, что вы хотите. Сумма компенсации у вас в лучшем случае будет 1115-120. Я вот так к этому предвиду просто. И любая экспертиза вам такую сумму скажет именно по вашим замечаниям. Застройщик предложил компромисс замазать трещины, а остальное сделать новоселам за свой счет. Однако такая смета расходов семью не устроила. А смысл ее проверять? Я что должна вычеркнуть из этой цифры? Получается, я все должна вычеркнуть и остаться на 51 тысячи. Так и не договорившись с застройщиком, супруги пошли в местный Роспотребнадзор. Собственно говоря, мы это и сделали. То есть подали иск. И суд признал действия ответчика, ненадлежащего по отношению к потребителю. Соответственно, потребитель восстановил свои права. И ему уже будут выплачены денежные средства от застройщика. Независимая экспертиза оценила сумму ущерба в 434 тысячи рублей. Но застройщику этой суммой не отделаться. Суд обязал выплатить новоселам 500 тысяч. Моральный ущерб тоже учли. Роман Сапрыкин, Анна Кариазина, Николай Сапожников. Специально для новостей. Специально для новостей.